Проснулся я рано утром. Открыв дверь, побежал к своему автомобилю. Вставив ключ в замок, завел автомобиль и рванул в очень прикольное место. Место, где много всяких штуковин для самодела. На авторазборе я подобрал для себя кнопки от стеклоподъемника и в принципе еще сам стеклоподъемник. Загрузив машину, поехал в мастерскую. Ну а теперь начнем. Но прежде хочу сообщить, что спонсор выпуска Справедливый БК Мелбет. Быстрый и удобный сайт, где есть множество спортивных событий и постоянные бонусы с акциями. Регистрируйся в один клик и получай свои бонусы по ссылке, которая находится в закрепленном комментарии, а также по промокоду БОРМА. Вы можете получить бонус до 9000 рублей. Открутил мотор, распутал направляющее колесо. Остальное в принципе мне не понадобится, можно смело выкидывать. Дальнейшая работа будет производиться с направляющим колесом. На этом колесе нужно отрезать все лишнее, оставив только центр. Колесо готово. Заглушка на 25 от полипропиленовой трубы и в ней делаю отверстие величиной примерно 20 миллиметров. Достал свой очень дешевый и старинный паяльник, начиная его нагревать. Пока он нагревается, быстренько начинаю искать трубу, которая будет служить основой моей самоделки. Долго искать не пришлось. Распиленное колесо запихиваю в заглушку и заглушку спаиваю с трубой, тем самым фиксирую колесо внутри. С трубой разобрался, ее в сторону. Беру щит деревянный толщиной полтора сантиметра. На этом щиту делаю разметки, которые в голове. С помощью угольника и карандаша размечаю все, что нужно выпилить. Отправляюсь на ленточную пилу и выпиливаю все, что отметил. Заранее выпиленную неровную фанеру толщиной 0,5 сантиметра клею к своей клюшке. После того, как все склеилось, ложу на бок и примеряю свой мотор. Делаю сквозные отверстия, для того, чтобы зафиксировать мотор в таком положении. Из фанеры делаю пенечки высотой 2,5 сантиметра и приклеиваю их в нужные места. Все шлифую и крашу в ярко насыщенный белый цвет. У мотора заклеиваю все части, которые не нужно красить и крашу мотор в насыщенный темно-зеленый цвет. После того, как все высохло, начинаю собирать. На эти пенечки из фанеры приклеиваю держатели для трубы. Мотор прикручиваю на место и торцом, где впаянное мое колесо, устанавливаю трубу. Долго раздумывал, из чего делать вторую деталь. Ничего лучше не нашлось, как фанера толщиной 10 миллиметров. Разметил. Включил пылесос. Завел пилу. И напластал на нужные размеры. Все склеил. Получилась вот такая вот коробочка. В коробочке разметил отверстия. Одно сверху, другое сбоку, под кнопку стеклоподъемника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пишите на диплом. Все косяки, которые допустил, зашпаклевал шпаклевкой. Дал высохнуть и отшлифовал. Провода решил не спаивать, а просто сделать скрутку и посадить на термоусадку. Всю процедуру сотворил со всеми проводами. Получилось вот так. Сорвав с окна зеленую тряпку, вырезал из нее кусок, который мне нужен. И на пришайбы прикрутил ее к трубе. Теперь пора помолчать. Вы все поймете без слов. Редактор субтитров А.Семкин Ну что ж, друзья, получилась вот такая вот электрошторка. Все так, как я и хотел. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Всем пока-пока.